Одобренные Госдумы о поправке затронут шесть глав Конституции. Самыми важными, по мнению парламентариев, станут те изменения, которые касаются нашего суверенитета, как правового, так и территориального. Также перемены коснутся государственного устройства и ряда социальных гарантий, которые будут зафиксированы в основном законе впервые. Поправки и основного закона призваны заложить основу для стабильности и провести движение нашей страны вперед на многие-многие годы. Мне представляются очень важными слова президента страны Владимира Владимировича Путина. Практично важно, чтобы обновленные конституции объединяли людей в независимость от политических рядов, уровне обеспеченности, регионах проживания, национальности и религиозных исповеданий. Депутаты озвучили наиболее существенные изменения. Например, новые поправки гарантируют мрот на уровне прожиточного минимума. Также предложено закрепить норму о регулярной индексации пенсии в соответствии с федеральным законодательством. Русский язык получит официальный статус на всей территории страны, как язык государства образующего народа. Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах. По мнению политиков, нынешнее экономическое положение в стране подтверждает своевременность появления социальных гарантий для россиян. Это еще одно новое положение уравняет минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Теперь все эти нормы навсегда становятся конституционными гарантиями и страховкой того, что уровень жизни не может получаться. А вот дагестанские коммунисты отказались поддержать поправки Конституции. Лидер партии КПРФ Махмуд Махмудов в своем выступлении отметил заинтересованность отдельных политических сил столь быстрой реформе Конституции страны. Глава фракции коммунистов считает, необходимо внести только те поправки, которые гарантируют простому народу право на достойную жизнь. Мы считаем, что если серьезно отнестись к изменению курса возрождения нашей страны, надо провести капитальные ремонты уголовных направлений. Это предпись его финансо-экономической, социальной обеспечения гражданам. А это представление в поправках не просматривается. Обращаясь к Махмудову, спикер парламента Хизриших Саидов призвал его следовать интересам республики. Председатель парламента заверил, что все поправки повлияют на жизнь людей положительным образом. Поправки Конституции касаются двух основных блоков. Это закрепление социальной гарантии граждан и изменение структуры и функционирования власти. И главный смысл обязательства государства сделать все, чтобы повышалось благосостояние людей. Депутаты большинством голосов поддержали закон о поправках Конституции. 72 депутата высказались за, 6 воздержались, в том числе члены фракции коммунистов. Впереди голосование в других регионах, но окончательно судьба поправок должна решиться 22 апреля во время общероссийского голосования.